Два дня на то, чтобы весь Саратов вошел в отопительный сезон. Такую задачу поставил перед областными чиновниками губернатор, узнав о низких темпах пуска тепла в квартиры горожан. В понедельник горячими стали батареи лишь в 19% жилых домов города. Почему у саратовцев до сих пор нет тепла и когда оно появится? В репортаже Юлии Шишкиной. Добрый вечер. Министр строительства и жильщико-модельного хозяйства. Поэтому прощаем прощение, что вас вечером побеспокоили. Министр областного правительства пошел по квартирам, чтобы оценить отопительную кампанию на ощупь. Несмотря на официальное начало сезона в Саратове с 12 октября, в многоэтажке поселка Юбилейной батареи холодные. Жильцы не удивлены, они давно греются своими силами. Да, потому что в Саратове с этим проблемой отопительный сезон никогда не наступает вовремя. Были куплены электрические обогреватели, в народе камины говорят, чтобы в одной комнате стояли, в другой. Электрополы были включены. В Саратове, по официальным данным, на утро 13 октября потеплели батареи только в половине жилого фонда. Тогда как в сельских районах рапортуют о почти стопроцентной готовности. Причины того, что Саратов в аутсайдерах разные, объясняет министр строительства ЖКХ Дмитрий Тепин. Например, котельные поселка Юбилейной готовы к работе и запущены. Но вот парадокс. Многоэтажка номер 11 по улице Усть-Курдюмской находится через дорогу от котельной, а дом замерзает. Причина – нерасторопность управляющих компаний. Вот если сделать анализ и посмотреть, что тепло есть в сети, то либо ТСЖ не подала вовремя заявку, либо не отработала технический прием к теплу. Потому что тепло к дому подходит, а дом не оттапливается. Берем на особый контроль. Я вас уверяю, это не единственное ТСЖ, а большинство домов в Юбилейной сегодня не находятся в такой ситуации. Два дня, и если не будет тепла, примем очень жесткие меры. Нет тепла и у большинства жителей Соколова-Горского поселка. Все они зависят от этой котельной. Три паровых котла обогревают 58 многоквартирных домов и 11 объектов социальной сферы. Здесь вода нагревается паром и уходит в дома. Температура воды на выходе больше 60 градусов. Энергетики говорят, это даже больше, чем надо при нынешней температуре воздуха на улице. Комиссия оценивала. Подписала на МАК готовности на все теплоисточники по городу Саратову в количестве 41 теплоисточника. Вот эта котельная тоже входит в этот список. То есть резерв тепловой мощности у нас есть. Есть. Заработала котельная 11 октября. Министр Тепин говорит, запуск откладывался из-за долгов перед газовиками. После переговоров в правительстве объект запустили. Но школа номер 11 в Соколово-Горском поселке этого не почувствовала. Теплотрасса на улице дала сильную течь. 10 кубометров в час. Теплоподачу прекратили. Ставят новую задвижку, меняют участок текущей трубы. К учебному заведению теперь будет вести дублирующая теплотрасса по воздуху. А пока холодные стены и в самой школе, и еще в 30-40 домах микрорайона. В рамках сегодняшней подачи тепла произошла авария. Коллеги обязуются, мы дали такие поручения. Сегодня до победного конца в ночь будут работать, чтобы завтра пустили отопление. А если не пустят, звоните на горячую линию в Минстрой или мэрию, предлагает Дмитрий Тепин. И называет день Икс – начало отопительного сезона в Саратове. Та задача, которая стоит на 14 числа – дать тепло по всему городу. И сегодня мы были в юбилей на Солонгорске, не снимается. До 14 числа объект не запускается, будут работать уже дисплефицированные комиссии, в рамках коллекционных комиссий, управляющие компанией и так далее, совместно с пророконительными структурами. В ближайшее время министр планирует проверить теплоисточники Т-плюс. Компания, которая отапливает две трети города, запитала теплом всего 15% своих абонентов в Саратове. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.